Библейский портал экзегет.ру представляет Читаем книгу пророка Осия с порталом Экзегет. У нас сегодня предмечтение глава 7 книги этого пророка. Итак, в этой главе пророк Осия обращает свое внимание на судьбу своего родного народа, своего родного государства. Имеется в виду, конечно же, Северное Царство, иначе говоря, Израиль. Он именует это царство по-разному. То Ефрем, то Иаков, то даже утверждает, что он живет в Израиле. Израиль – название Северного Царства. И вот сам Осия, и тем более те, кто потом переписывал его сочинения, дорабатывал его, всегда имели в памяти то, что однажды, уже очень скоро, в самом конце 8 века до христианской эры, это царство, оно погибнет, оно исчезнет, а сирийское завоевание положит конец этому государству. Итогом этого завоевания будет исчезновение большинства колен северных, ассимуляция изгнанников, плен и так далее. И вот эта огромная колоссальная трагедия является предметом рассуждения, размышления пророка Осия. Осия и прочие пророки как будто бы рассуждают, размышляют, богословствуют, почему такое случилось с их родной страной. И у них есть ответ, состоящий из образов, каких-то прозрений, пророчеств, метафор, которые через запятую появляются на страницах книги пророка Осия. Итак, читаем сегодня седьмую главу этой книги. «Когда я, это слава Бога, переменю участь моего народа, когда я излечу Израиль, тогда откроется нечестие Ефрема и злодеяние Самария. Они поступают коварно, воры врываются в дома, разбойники нападают на улицы». Вот тут возникает слово, название города Самария, столица Северного Царства. Впервые во всей книге Осия упоминается это поселение. Итак, Самария есть славная, могучая, богатая столица Северного Царства. И утверждается такая мысль, что когда Бог начинает взаимодействовать с этим царством, когда Бог начинает как-то пытаться участь облегчить, язву ворочевать, тогда во всем своем масштабе и размере открывается размер проступка, отступления, изъяна в жизни этого Северного Царства. Так бывает, друзья, и в нашей жизни, когда мы начинаем какие-то отношения с Богом выстраивать, жить по Его уставам, по Его законам. Очень часто тогда открывается, как в случае с Самарией, с Израилем, с Ефремом, мера или масштаб или глубина всего нашего нечестия и беззакония. В чем же выражается, состоит это нечестие, это беззаконие? Все написано. Воры врываются в дома, разбойники нападают на улицы. То есть социальный беспорядок, социальная неурядица. И, конечно же, речь не просто о том, что какие-то бандиты господства будут в этом царстве, о том, что неравенство, чрезмерная эксплуатация, обнищание одних и обогащение за счет этих обнищавших других является свойством, очень важным фактором в жизни Северного Царства. Читаем дальше. «Сами себе не признаются, но я, это слава Бога, помню их злодеяния. Теперь их преступления окружают их, и не скрыться им от меня. Своим злодейством они веселят царя, своей ложью начальников». Ну вот тут возникает первая тема. В этой главе, главе 7, пророк обречает то, что жители Израиля, а точнее знать Израиля, она очень склонна к интригам, к заговорам, к переворотам и так далее. И вот дальше вполне развивается, поднимается эта тема. «В разврате они подобны раскаленной печи, оставленной пекарем. Он перестал следить за ней, замесив тесто, ожидая, пока поднимется». Вот это очень важное свойство всех пророков. Они используют такие красноречивые, колоритные, иногда обидные образы. И вот в этой главе, главе 7, мы имеем дело с такими образами Израиля, как раскаленная печь, неудавшаяся лепешка, голубь. И вот как понимать эту метафору раскаленной печи? Так, друзья, страсти перегреты, политические амбиции, они чрезмерны. И постоянно люди охвачены этой страстью к переменам, к перемене строя, к изменению своих правителей и так далее. Вот в этом состоит образ раскаленной печи. И, конечно же, пророк Осия указывает подоплеку всего этого. Есть у него слово, слово одно из любимых в этом сочинении, которым Осия описывает все, что ему не нравится, или что не нравится Богу. Это слово блуд, прелюбодеяние, разврат. Корни всего этого, всей этой активности тоже обозначены. В разврате они подобны раскаленной печи. Вот похоть, разврат являются подоплекой любого такого безрассудного желания менять что-то ради перемен, ради своего личного господства и личных амбиций. Читаем дальше. Днем они отравляют нашего царя и начальников ядовитым вином, а он протягивает руку на клецам. Ну вот описывается ситуация пира, да, застолье, день, вот вино. Царь принимает гостей, подношения, подарки, протягивает руку. Но это вино, оно как будто бы опьяняет, и оно является ядом для всех этих взаимоотношений. Когда подходят они ближе, их лукавые сердца подобны печи. Всю ночь спит их пекарь, а наутро ночь печь пылает, как пламенеющий огонь. Начальник этой печи, это пекарь, это царь, он иногда спит, уходит от своей печки в сторону. Но печь, она разгорается, она делается подобной огню. И вот этот образ выражает страсти всех, кто скрывает свое недовольство царем и желание его сменить. Все они раскалены, как печь, и пожирают своих правителей. Все цари их пали, и никто не обращается ко мне. Известно, что в отличие от царства Южного, от Иудеи, где была династия Давида, Давидовичи царствовали, на севере было изобилие разных династий. Некоторые из них были могучими, более-менее устойчивыми, известными окружающим народом. Но очень часто действительно были перемены, перевороты, династии друг друга смеяли. И в этом отношении Израиль невыгодно отличается от Южного царства. И вот эта вся страсть к переменам, к переворотам выражается осией в образе раскаленной печи, которая все портит. Эта печь все портит. И вот дальше читаем развитие темы печи, а именно появление образа пирога, лепешки. Стих 8. Ефрем связался с другими народами. Ефрем – пирог, который забыли перевернуть. Ефрем, напомню, что это есть еще одно из обозначений Северного царства по имени одного из крупнейших колен этого царства. И вот обличает осея то, что Ефрем или Израиль, или Басамария, по-разному можно тут говорить, он чрезмерно активен во внешней политике. Постоянное желание с кем-то вступить в союз, против кого-то пойти войной, попытка играть, искать свои выгоды в крупной игре, крупных держав, Ассири, Ассирия, Египет, союзы городов сирийских. Вот все это свойственно для Израиля. Конечно же, для Ассии это есть очень опасное что-то, то, что показывает отсутствие внутреннего стержня, внутренней устойчивости. И вот возникает образ, образ пирога. Ефрем – это пирог, который забыли перевернуть. Его о нем забыли, его оставили чем-то другим, очень важным, увлекшись. И пирог испорчен. Одна часть сырая, другая часть черная, покрытая сажей, и превратилась в уголь. Израиль – это пирог, который не удался. Его невозможно есть. С ним ничего толкового не получится. Описывается тут диспропорция между внешнеполитической активностью и даже какими-то временными успехами и отсутствием внимания к своим пирогам, к своим лепешкам, которыми питается сам народ. Стих 9. Чужие съели его богатство, а он и не заметил. В волосах заблестела седина, а он и не знал. Ну вот чужие, чужие народы съели богатство, или богатство съедят. Ты будешь нищий, ты будешь уничтожен, Израиль своих, увлекшись своими внешнеполитическими играми. В волосах заблестела седина, не как символ мудрости, старости, какой-то умудренности, а как проявление того, что вот она, старость, немощь, бессилие, смерть, они уже близки к тебе, о Израиль, и скоро будет завоевание сирийское, и скоро Самария падет. Гордыня Израиля говорит против него, «Но они не вернулись к Господу своему Богу, хотя и искали его». Стих 10. Гордыня, восхищение своими успехами. Действительно, когда мы читаем хроники окружающих народов, некоторые династии Северного царства, например, Омриды, потомки Омри, либо потомки Еху, либо Иуя, как написано в переводе синодальном, это известной династии окружающим народом. И в этом отношении гордиться можно было чем? Были и удачные походы, были и мощные крепости, была иногда умелая внешняя политика, но все это называется гордыня Израиля. И эта гордыня однажды скажут против самого государства. Стих 11. «Израиль стал, как голубь, глупый и лишенный разума. Взывают к Египту, ходят в Ассирию». Опять же, обыгрывается здесь такой образ. Вы думаете, что вы орлы, вы думаете, что вы какие-то мудрые птицы, которые высоко летают, хищники, нападаете, побеждаете, но вы всего лишь голубь. И в этом отношении, в этом стихе голубь – это есть плохой образ, не образ смирения, не образ какого-то послушания, это образ беззащитности, которая однажды приведет к завоеванию и к погибели. Израиль стал, как голубь, и твои интриги, они вызывают путаницу. Ты ходишь и в Египет, ты ходишь и в Ассирию, ты зря это делаешь, о, Израиль, об этом говорит нам пророк Усия. Стих 12. «Но стоит им пойти и накидываю на них сеть, сбрасываю с небес как птицу всем им в наставление». Вот Бог считает нужным набросить сеть на эту птицу. Бог однажды полагает конец предела интригам, каким-то действиям этой беззащитной и слабой птички, которая себя замнила орлом и так далее. «Горе им, они от меня удалились, гибель им, они против меня согрешили». Это слава Бога, которое как будто бы озвучивает пророк, автор этого текста. «Я воручал их, а они говорили обо мне ложь». То есть Бог помогал Израилю, помогал в разных ситуациях опасности, но итогом всего этого дела было неправильное ложное учение о Боге, где образ Яхвы и Еговы он смешивался, переплетался с образами ваалов, и все это, конечно же, вызывает осуждение Осии. «Вместо того, чтобы воззвать ко мне от всего сердца, они выли на своих постелях, наносили себе увечья из-за хлеба и вина, они оговорили меня». Ключ к этому стиху такой «наносили себе увечья». Вот что тут имеется в виду, дорогие друзья. Описывается здесь знакомая нам по Библии практика язычников, которые в случае какого-то важного события, когда нужна была особая помощь Бога или богов, считали уместным себя уродовать, что ли, наносить себе раны, язвы, и очень хорошо все это описано в истории соревнования пророка Ильи и жрецов ваала, которые считали, что если они будут громко кричать, громко топать, наносить себе раны кинжалами, ножиками, то ваал их скорее услышит. Так вот, в чем причина? Не в том, что они вызывали ко мне от всего сердца, к Богу, не в том, что они вылили на своих постелях, но в том, что все это было как будто бы обрамлено в неправильное ваалоцентричное благочестие. Богу это не надо. И, к слову сказать, в книге Второзакония есть запрет на то, чтобы пытаться как-то убедить, уломать Бога Израилева такими несложными на самом деле по своему существу мерами. Я наставлял их, укреплял их руки, а они обо мне думали дурное. Они возвратились к бесполезному и стали как неверный лук. Их предводители падут от меча за свои проклятия. Так посмеются над ними в земле египетской. Заканчивается седьмая голова. Бесполезное с большой буквы Б в переводе это написано. Это есть название данное усилий ваалу. Что такое ваал? Это есть бесполезное. Это есть бесполезный пользы, помощи, защиты от него не будет, потому что никакого ваала на самом деле и нет. Так вот, вы постоянно возвращаетесь к другим богам, к своему ваалу, и вы тем самым вызываете насмешку на тех, на кого вы полагались. Египет, ваша надежда, ваше упование, он будет над вами смеяться. Заканчивается голова седьмая еще одним образом, который любит пророки использовать образ ломаного, перенапряженного и из-за этого сломавшегося лука. Израиль, ты лук, которым невозможно пользоваться. Ты сломался. И в отличие от меча, который можно перековать, в отличие от копья, который можно на другой древко насадить, сломленный лук бесполезен, лук починить невозможно. И вот этими образами, образами лепешки, раскаленной печи, безумного и слабого голубя и образом лука пытается Осея дать народу образы, которыми описывается ситуация текущая в том народе, где жил сам пророк. В народе Израиль, это северное царство, которое называет Осеей еще Ефремом и Аковом и Самарией. Дорогие друзья, мы с вами прочитали главу 7 книги пророка Осея вместе с порталом Экзогет. Спасибо за внимание. Субтитры Продолжение следует...